Так, дорогие друзья, всем бутертов, доброе утро. Бонжур, бонжур, гудмонен, хеллоу, моя дотер пришла, бачили. Так, хорошо, сейчас собираются все на мероприятия, как на снятия. Кто первый пришел, тот молодец. Так, что-то медленно идет сбор. Зураба, Слонян, Бутертов, Влад Козов. Хорошо. Фаина, Фаи. Я думаю, что так как сразу сейчас стало много людей заходить на урок, то он чуть-чуть вначале притормаживает. Анна, привет, Таня Зуева, шалом. Приятно, что постоянно. Как я уже рассказывал, когда учился в Ешиве, мне один раввин объяснил разницу между учиться в свободное время и учиться в установленное время. И он сравнил это, как было два человека и было два брата. И у них отец сидел, отец у них был в доме престарелых. И один брат, он такой был занятый, он отцу говорил, ты знаешь, я когда освобожусь, я к тебе приеду. И каждый день заезжал на полчаса, но все время в разное время. А другой брат, он говорил, знаешь, я буду к тебе приезжать в 10 утра каждый день, а с 10.30 мы с тобой будем общаться, а потом мы будем, значит, потом я уже буду свои все дела планировать. Так вот, они оба по полчаса отцу уделяли, но полчаса от того, кто это делал основой своего дня, намного важнее, чем тот, который, да, типа будет время, сделаю. Очень важно вообще в жизни расставить приоритеты. Это, можно сказать, самая важная вещь для человека, именно расставить приоритеты. Понять, осознать, что для тебя важно, и вот этому важному уделять, уделять внимание. Потому что большинство людей, они не видят за краткосрочными деталями неважным, не видят важного. Знаете, как есть, кто-то видит лес и не видит детали, не видит деревья. Кто-то видит детали, не видит лес. Но вообще, что важнее человеку? Важнее человеку, конечно, видеть вначале общую картину глобально, а потом в этой общей картине уже обрабатывать детали. Чем видеть только детали и не видеть общую картину. Поэтому мы изучаем Тору. Тора это свет, чтобы видеть общую картину. Как говорится, нер, митсва, заповедь, каждая заповедь, это как свечечка, как одна свеча. А Тора это как свет. И поэтому говорят, что изучение Тора, оно важнее, чем все остальное. Почему? Потому что, когда у тебя есть вот этот общий взгляд, свет, когда ты видишь общую картину, ты за деталями не запутаешься. Это очень важно. Вот сколько я не объяснял, пытался вот людям объяснять, например, про, там, даже своим родителям, как компьютеры работают. То есть, они пытаются понять деталей. Но если ты понимаешь общий принцип, тогда тебе легче. Тогда ты разберешься в любом приборе. Все. Значит, продолжаем изучать общие принципы. Сейчас у нас третья глава. И сейчас глава, третья глава, Мишна. Они идут в разных изданиях, в разных книгах. Они идут под разными номерами. Но сейчас я вам скажу, какая Мишна у нас, если взять по вот этому изданию, то седьмая. О, седьмая Мишна. Значит, седьмая Мишна звучит так. Сказал ее Раби Элязар из Бартута. Вот у нас есть люди из Галина Галушкина из Мюнхена, а Раби Элязар был из города Бартута. Такой был город. В Израиле, представляете, уже там две-три тысячи лет назад уже были города. И вот это был какой-то город под названием Бартута. Я когда запоминал, я представлял, у меня есть Элиэзар знакомый, да? Элиэзар, Элязар, и он стоит возле бара, такая вывеска Бар, и он говорит, Бартута, Бартут. И я легко запомнил, Элязар из Бартута. Бар здесь. Понятно, да? Хорошо. Значит, и вот, что нам говорил Раби Элязар из Бартута. Он нам говорил следующую интересную очень вещь. Он говорил, Он говорил так, «Дай ему из его, что и ты, и все, что у тебя есть, его, кого его, понятное дело, Бога». То есть, он говорил о том, как давать сдаку, как помогать другим. И он говорил такую вещь. «Дай ему», то есть, когда ты даешь сдаку, или ты кому-то помогаешь. Ты же выполняешь приказ Бога, да, заповедь Бога. Так он говорит, «Дай ему из его». То есть, ты сейчас, давайте чуть позже разберемся. «Дай ему из его, что и ты, и все, что твое его, Бога». Вэхэн Давид Уамер. И как мы видим, что чем дальше мудрецы уходят от дарования Торы, то есть, Раби Элязар из Бартута, он уже жил где-то 150-й год нашей эры. Где-то вот плюс-минус вот так. То есть, уже после дарования Торы прошло там 2000, нет, 1000 лет. 1000 лет прошло, да. Так он, значит, уже должен был ссылаться обязательно в каждом слове на письменную Тору. Поэтому он ссылается на письменную Тору, на Танах, и говорит. Вэхэн Давид Уамер. Царь Давид, он говорил. «Кимимхааколь, от тебя все. Умиятхо и натнулах. И из твоей рути дадут тебе». То есть, царь Давид, он же жил где-то, получается, еще за 800-900 лет до Раби Элязара из Бартута. То есть, смотрите. Царь Давид, он построил, он не построил, он подготовил все для строительства первого Иерусалимского храма. Первый Иерусалимский храм был построен где-то 2900 лет назад. Его сыном, царем Соломоном. Царь Давид все подготовил. Но ему Бог сказал, ты не можешь строить храм. Почему? Потому что ты много людей убил. Он лично воевал. Царь Давид, например, он убил Галиата. Двухметрового вот этого вот. И Галиат был из народа Муав. Такой был богатырь. И началась карьера Давида с убийства этого боя без правила. Значит, когда собралась войско Муавское и войско Израильское, то войско Муавское выставило вперед самого большого богатыря. Вот этот вот Галиат его звали. Галиат. И он, значит, ходил такой в медных доспехах. Копье у него было такое огромное. Копье трехметровое. Ну, такая махина он был, да. То есть, вообще дикая машина. И он кричал, ну что типа? Кто там евреи? Что там вы это самое? Израиль. Где ваш Бог? Кто вам поможет там? И он вызывал на бой кого-то. Но с ним уже идти воевать, это же было самоубийство. Вообще полное самоубийство. И тут, значит, царь Давид, который даже в армии не был. Он был пастух. И он не был в армии. Он пришел, его послал папа принести своим братьям там какую-то передачу, посылочку, там все. И тут он смотрит, и стоит вся израильская армия. И боится, никто не выходит. Он говорит, что эта обезьяна говорит? Бога нашего позорит вообще. Как? Давайте я сейчас пойду с ним разберусь. Ему говорят, ты кто вообще? А он маленький был. Ему дают доспехи, а на него доспехи большие. Он говорит, мне не нужны доспехи, мне Бог поможет. И он, значит, выходит, царь Давид. Тут вот этот вот обезьяна Голиат, такой огромный, трехметровый, такой горилла, да? И Давид, царь Давид, пастух, он еще не был царем тогда. Он берет камень, начинает вот так вот, раскрутил, значит, такая праща была, такое оружие. Ну, такая тряпочка, в которую клали камень. Он его раскрутил, раскрутил, раскрутил над головой. И, значит, фаум в этого Голиата. Ему бьет этот камень прямо в лоб. Он падает, теряет сознание. Царь Давид к нему подбегает, выхватывает его же меч и ему отрезает голову. Так началась его карьера с, без сомнения, веры в Бога, который может его в любой ситуации помочь, спасти и так далее. Мне очень понравилась, мне очень понравилась такая фраза, недавно я ее услышал, что кто самый сильный? Так, кто самый сильный? Знаете, кто самый сильный? Вот, например, многие думают, что полиция сильная. А, эту фразу я прочитал, когда пришел Бен-Гурион, первый президент государства Израиль, премьер-министр, основатель, можно сказать, государства Израиль. Он пришел в 52-м году к Хазунышу. Хазуныш был глава мудрецов Торы. Хазуныш ему было под 80 лет, он был такой вообще, очень физически слабый, вообще физически слабый. И Бен-Гурион говорит Хазунышу, послушайте, говорит, мы сейчас принимаем закон, чтобы еврейских девушек забирать в армию религиозных. И мы закон примем, мы придем с оружием, мы их заберем. А Хазуныш ему говорит, нет, говорит, мы сильнее, чем вы. Вы не сможете. А тогда было всего 400 бахури и ешива, 400 человек всего учились в ешивах тогда во временах Хазуныша, он это все восстановил. И Бен-Гурион ему говорит, как это вы сильнее нас? Он говорит, ну смотрите, говорит, в чем ваша сила? Ваша сила, что придут полицейские с оружием, чтобы пугать, чтобы мы вас испугались и сделали то, что вы хотите. А наша сила, что мы не боимся умирать, он говорит, стреляйте. Так вот, где ваше оружие тогда, чем оно вам поможет? Оно вам не поможет. То есть оружие нужно для того, чтобы пугать того, кто боится. А если я не боюсь, то ваше оружие никак не помогает, а убивать вы нас все равно не будете. И вот это вот была сила царя Давида, который он не боялся умереть. Он считал, что все от Бога, и если Бог хочет, так он ему даст силу и победу в любом бою. А если не хочет, так... Ну, в общем, царь Давид очень много воевал, победил всех врагов. Но когда пришло время строить храм, Бог ему сказал, ты знаешь, ты все подготовь, а построит твой сын. Царь Шломо. Шломо это от слова шалом. Шалом это совершенство, мир. Царь Соломон, то есть он был... Будь здорово. Он был сын царя Давида, но он никого не убивал, поэтому, значит, он построил храм. Теперь, значит, и царь Давид, который все подготовил к храму, он же говорил. Тимимхааколь, от тебя все, умиятхо, из твоей руки и натнулах. То есть он всей своей жизнью он понимал, что от Бога все из его же руки отдают обратно. Теперь давайте посмотрим, как это работает, значит. Как это работает? Вот каждый человек, он получает от Бога все. Он может это признавать, может это не признавать, но если мы посмотрим правде в глаза, вот просто посмотрим на простые факты. Лежит человек и спит. Как в этот момент он себя контролирует, защищает, управляет своим дыханием, управляет своим телом? Как он управляет своими гормонами? Как? Никак. То есть человек, он... Как он, например, смотрит? Вот вы знаете, чтобы видеть картинку или слышать и все это сопоставлять, должны сойтись там миллионы разных процессов правильных, да? За рождение ребенка, чудо. То есть в принципе все существование человека и все его обычное функционирование физическое, это чудо, которое повторить невозможно. То есть это уникально, как система, она борется с микробами, каким образом вообще человек стоит и хотя бы даже удерживает равновесие. То есть одной достаточно сбоя, малейшего сбоя в системе и в программе, и все рассыпается, все абсолютно рассыпается. Но человек обычно это не осознает, он за это Богом не благодарит и даже не радуется, что он может видеть солнце, небо, растения и так далее. Теперь, дальше, человек работает, человек работает, работает, работает и получает за свою работу какие-то деньги. Он думает, ну это же я получаю за свою работу деньги, то есть я работаю, я получаю деньги. Это большая ошибка, потому что мы видим, как рассыпаются банки, страны и так далее. То есть особенно если человек занимается бизнесом, предпринимательством, то тут вообще непонятно, почему кому-то прет, кому-то не прет. Бывает, что человек вот все он подготовил и не прет. Вот сейчас, например, да, были выборы, вот была очень интересная такая история. То есть люди, они готовились, они что-то там делали, они прям реально-реально с ума сходили, чтобы выиграть выборы. А везде выбрали каких-то вообще неизвестных людей из партии «Слуга народа». Я говорю про Украину, если говорить про список партий, откуда кто знает вообще, что это за люди. Их до вчерашнего дня никто не знал. Вот эти вот по кругам мажоритарные сейчас были выборы. Вообще людей никто не знал. Приезжают, кто, что, какие люди, как они будут власть делать, все, никто не знает. Прет. Повезло, прет, с неба решили и пошло. Теперь, когда человеку, когда проверяется, верит человек в Бога или не верит, когда ему нужно дать деньги кому-то, как дзнака, как помощь. И он думает, так, значит, если это мое, так что я должен ему давать? Мне тяжело ему дать. Если это мне Бог дал деньги, то тогда я помогаю не из своего. Я помогаю из божественного. Бог мне дает. Я помогаю. Интересно, кстати, что в одном месте, там, в книге пророков, Бог сказал, говорит, есть одна вещь, можете меня проверить. Хотите разбогадеть? Отделяйте Маасер. Отделяйте десятую часть, потому что нагрите Ле Асер, десятая часть, и Маасер. Это одни и те же буквы. Ле Ит Ашер. Ошер, богатство, и Маасер, десятая часть. Это одинаковое слово вообще, да? И Бог говорит, хотите меня проверить, хотите разбогатеть? Отделяйте десятую часть. Теперь мы знаем же, как мир работает. Мир работает, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. То есть, каждый человек сам создает тот мир, в котором он потом и живет. Получается, что вот в Новостоте это называют закон кармы. Что человек своими действиями, своими поступками, своими мыслями, он создает некую реальность, в которой в этой реальности потом живет. Тора говорит, что мера шаатам модедба, модедим ло. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Как это работает в дзадаке? Сказал нам Раби Лизар Ишбартута. Тен ло ми шело шаатавы шелха шело. Дай ему из его, что ты и все, что у тебя есть, его. Значит, первое, что человек не должен жалеть. То есть, как ты даешь жених своего, ты даешь из Бога. Ты даешь те деньги, которые он дал тебе. Когда говорят, вот как я, там, мизузы дорогие, да, повесить мизузу на двери, то надо купить такую, где написано. Ну, в общем, мизуза, это такая молитва, вешается на дверь, да, есть заповедь. Напиши слова эти на косяках двери дома твоего. Говорят, мизуза стоит там 50 долларов, ничего себе. Бог тебе дал, где жить, он тебе дал дом, квартиру там, в которой ты живешь. Тебе жалко мизузу повесить теперь, да. И так далее. То есть, или, например, вот смотрите, ситуация. Сидит человек, просит деньги. Ты идешь мимо, он просит деньги. Ты думаешь, давать ему или не давать? Давать, не давать. То есть, ты становишься, как бы, для него судья. Ты становишься для него судья. И если ты вспоминаешь, что когда Бог тебе дал деньги, то в них уже была его доля. Ты спокойно даешь этому человеку, понимая, что Бог обеспечивает растения, цветы, траву, котят, там, муравьишек каких-то, птичек и так далее. И он этого человека обеспечивает. То есть, Бог все мироздание обеспечивает. И у тебя просто в кармане завалялось несколько монет для вот этого человека. Теперь, ну, если ты говоришь, стоп, я хочу его, сейчас я прекращу поток вот этого вот давания. Бог дает, а я не даю. Бог всех обеспечивает, а я нет. То в этот момент, когда ты, как бы, зажимаешь этот поток, то ты его для себя зажимаешь. То есть, ты, Бог-то внутри каждого из нас. И ты как создаешь ту реальность, в которой уже тебе не положено. Потому что ты кому-то смотришь и говоришь, ему не положено. Ага, это не ему не положено, это тебе не положено сейчас. Потому что, когда ты просишь у Бога, ты все время просишь больше, чем у тебя есть. А кто сказал, что тебе нужно больше, чем у тебя есть? Кто тебе сказал, что тебе нужно больше, чем у тебя есть? У тебя и так все есть. Что кушать есть, где спать есть, одеваться в чем есть. Все. Кто сказал, что тебе нужны все остальные излишества? Ты сам себе придумал, теперь ты хочешь, чтобы Бог тебе дал все вот эти излишества, но когда речь заходит о том, чтобы помочь кому-то, ты говоришь, стоп, а что должен кому-то помогать? Почему должен для кого-то делать добро? Нет, пускай для меня делают, а на мне пускай она останавливается, я не буду. Все, дайте мне, дайте мне, дайте мне, так не работает. Та мера, которую человек меряет, меряют ему. Значит, сам Раби Элязар Ишбартута, про него известно, что он раздавал все, что у него было. И были такие мудрецы, а для них было основное это служение Богу. То есть они, как бы, знаете, каждый из нас живет в своей системе ценностей, в своей системе координат. И человек отождествляет себя, он привязан к каким-то предметам, каким-то желаниям, каким-то целям, мечтам. То есть он себя, как бы, запаковал в набор историй. Есть люди, которые отождествляют себя, ну вот, прямо со всем, что у них есть. И они очень переживают, когда они что-то теряют, да? Есть люди, которые, вот, мудрецы, они называются праведники, цадики, которые себя отождествляют только с душой и с Богом. Они говорят, тен ло мишело, дай ему из его, что и ты, и все, что у тебя есть, его. Они говорят, нет у меня ничего. Я это часть Бога, то есть я в потоке. Я сейчас прохожу через этот мир таким потоком, и я, значит, двигаюсь дальше. Они ни к чему здесь не привязываются. И были такие мудрецы, которые каждый день раздавали все, что у них было вообще, чтобы у них вообще не было никаких привязанностей к этому миру. И получается, что они вот каждый день жили, как евреи в пустыне, когда ходили, 40 лет. Их Бог приучал к тому, что ман, ман выпадал каждый день. Каждый день выпадала доза мана. Перед шаббатом выпадало две дозы. Он их приучал, что даст Бог день, даст Бог пищу, даст Бог день, даст Бог пищу, даст Бог день, даст Бог пищу. Итак, 40 лет. Даст Бог день, даст Бог пищу, чтобы они перестали париться по поводу завтрашнего дня. Потому что как ты не стараешься свой завтрашний день сам организовать, еще ни у кого не получалось. То есть вот только человек что-то себе организовал, 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 тут подкоп такой, не дай бог, болезнь, не дай бог, какие-то там революции, какие-то майданы, какие-то потом опять перевороты и так далее, да? Да? Смотрите, вот опять Георгий Нивня, он хочет быть как бы строже бога. Если человек просит, то дай ему там 2 копейки, 3 копейки, дай ему доллар один, 50 центов, ты от этого не обеднеешь. Чем ты будешь его проверять и включать на себя суд, дай ему там полдоллара, ты никогда не обеднеешь. От статьи, от милосердия никто никогда не обеднел. Отдавать ему все свои деньги, тут надо конечно проверить, то есть у каждого человека есть набор обязательств перед там своими близкими может быть, перед опять же, то есть вот так доверять каждому тоже нет смысла. Но если человек тебя просит дать ему какую-то сумму небольшую, которая ему, его спасет от голода, а тебя не, как сказать, не повредит, это факт. Ну то есть это может каждый. Дальше, дальше смотрите, как например делаю я в таких случаях. Есть в еврейском религиозном мире, есть такие организации, которые называются ГМАХи. ГМАХи это такие как центры, фонды Гмилут Хасадим, добрые дела. Там сидят люди, которые, они уполномоченные, как бы ты даешь в этот фонд, ну грубо говоря это фонд, ты даешь туда какую-то сумму денег, которую ты считаешь, что ты хочешь раздать на благотворительность. И они проверяют, кому давать, кому не давать и так далее, кому занимать, кому не занимать. Если человек просит две тысячи и говорит очень надо, то тогда смотрите, я не даю, я не даю, я говорю, что я деньги, которые на благотворительность, вот именно такие серьезные суммы, да, отдаю в этот фонд. И этот фонд он проверяет, давать или не давать. Дать какие-то деньги, которые человеку могут сегодня помочь и которые я просто отдаю и не как бы все, я с ними попрощался, это да, это можно там. Но это небольшие суммы, большие суммы, здесь отдельный вопрос. Опять же смотрите, как обращаться к людям, если нужна помощь. Если нужна помощь, то вы описываете свою ситуацию и прежде всего я бы обращался к человеку за советом. То есть если есть человек, который может помочь, у него есть, по вашему мнению, ресурсы вам помочь, то прежде всего нужно спросить его совета, как он вам посоветует в этой ситуации вести. Возможно, вам кажется, что деньги вас спасут, но это не может быть, не всегда это может быть спасением. Например, приведу пример. У меня был один знакомый, который, он по бизнесу потерял огромную сумму денег других людей. И он пытался эту сумму собрать, чтобы им отдать. Но огромная сумма денег, там 5 миллионов долларов он чужих денег потерял. И значит ему, ему, то есть он пытался ее отдать, он хотел там, но никто ему не мог занять ни 5 миллионов долларов, не даже близко к этим. Но когда он начал обращаться за советом к людям, которые были в подобных ситуациях и так далее, они ему сказали, что ты знаешь, никто тебя убивать не будет за эти деньги. То есть им, в принципе, ну от этого легче не станет, это бизнесмен и все. То есть потеряли, потеряли, то есть они могут тебе помогать, чтобы ты когда-нибудь смог отдать эти деньги. Это да, они тебе будут помогать. И ты не скрывайся, не переживайся, скажи, ну объясни, докажи им, что ты потерял не по злому умыслу. И дальше можешь жить спокойно, такой ему дали совет. Все, значит, совет оказался здесь важнее, чем любая другая помощь. Значит, вот так бы я советовал обращаться. И еще раз надо понимать, что человек, человек живет в наборе своих историй. И когда человеку кажется, что все ужасно, жизнь закончилась, это история. Это просто история, в которую он верит. Надо всегда отличать реальность от своих домыслов. Реальность от домыслов. И человек живет в домыслах, человек живет в истории, в которой он часто не оставляет места для божественного проведения. Очень классно, я вам скажу, я не буду сейчас ничего... Ну у нас короткие такие уроки. Есть очень классная книга. Давайте попросим дать ссылочку на книгу. И на уроке по этой книге, вот мы попросим сейчас Якова Шатадина, Влада Косова. Есть такой человек, Рав Шалом Аруш. Называется у него книга «Сад веры». И вторая книга называется «Сад благодарности». Там конкретно есть технология, как человек вот он верит в Бога, верит в то, что все, что Бог для него делает, все к лучшему. Потом он благодарит за то, что Бог для него делает то, что делает. И потом к нему приходит решение. Вот это две книги, которые дают конкретные инструменты о том, как, когда что-то идет не так, как вам хотелось бы, каким образом надо действовать. Теперь, а мы выучили сейчас книгу, мы выучили сейчас Мишну, седьмую, в третьей главе, что человек должен понимать, что все, что у него есть от Бога, благодарить и делиться с нуждающимися людьми тем, что Бог дал ему. Надо быть каналом. Вот это очень важная вещь такая, да? То есть надо быть каналом для благотворительности и для пользы людям. То есть чтобы Бог через тебя давал другим людям пользу. То есть быть не «дай мне» и на мне это закроется. «Дай мне, чтобы людям было лучше. Дай мне, чтобы было хорошо мне и чтобы людям вокруг меня стало еще лучше». Когда вы становитесь таким каналом добра, который не останавливает добро, а он его проводит через себя вот так хорошо, в этот момент Бог начинает через вас действовать и дает вам и понимание, и деньги, и здоровье, и добро, и все. Все. Удачи, успехов, всем хорошего дня и чтобы было у всех добро и понимание. Значит, понимание, что делать, как делать, откуда у нас возьмется понимание. Только из Торы. То есть Тора – это свет. Вот интересно, что я вот сейчас изучаю систему Экартоли такой, сила настоящего. И шикарная система. То есть осознать свою настоящую сущность, прийти в «здесь и сейчас», понять, что мышление – это запрограммированный компьютер, который он называет «эго», который запрограммировал окружающий мир без твоего участия. Но он не дает никакого решения, что делать. Нужно перепрограммировать компьютер Торой. Тора говорит, что делать. Или ты будешь делать, все равно ты будешь делать какие-то вещи. Но просто уровень принятия решений, что делать, у человека, который не изучает и не знает Тору, он все равно из тех же фильмов, от тех же людей, а не решать мы не можем. Все, удачи, успехов, всех хорошего дня. Напишите свои выводы. Напишите свои выводы из сегодняшнего урока. Тот, кто учит, чтобы обучать, тому с неба помогают учить и обучать. Тот, кто учит, чтобы делать, тому Бог помогает учить, обучать, запомнить и сделать. Напишите, какой вывод вы для себя делаете, что вы планируете сделать в этой сфере. Все, удачи, успехов, хорошего дня.